Не, я не хочу убираться. А ты куда? Чё полить цветы приспичило? Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, и мы снова не учим уроки. Я как-то задался вопросом, а можно ли сбежать в Скулбой Ранэвэй из дома прямо во время наказания? Что самое любопытное, можно, и более того, у меня начало получаться. Что же это за лайфхак такой? И годный ли он? Есть ли какие-либо минусы? Спойлер, минусы есть. Но зато как это всё очень смешно. Зато способы работают. По-моему, ещё никто такого не проверял. А я тут просто поиграл, и это как-то случайно вышло. Но там нужно сделать определённые действия. Причём никаких читов или модов тебе не придётся качать. Сейчас расскажу, что понадобится. А ты пока подпишись на мою телегу, там я выкладываю различные спойлеры, новости, в том числе и по Скулбою. Так что ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Начнём мы, пожалуй, с самого знаменитого наказания и попытаемся сбежать прямо оттуда. Делается всё это достаточно легко, но, к слову, не всегда удаётся попасть тютелька в тютельку. Нужно немножечко попотеть. А лайфхак очень прост. Мы же знаем, чего больше боится мать. Конечно, того самого чёрного существа из-за кулисья, которого мы спавним с помощью команды Клод Спаун у себя на компуктере. Как бы мы можем проверить эффективность этих действий. Мать действительно снова фигачит в ванную, как только появляется вот эта Абракадабра. Мы понимаем, что данная команда работает до сих пор, и поэтому можем сожрать арбузика. Это будет наша победная трапеза. Победный арбузик с победными помидорками и огурчиками. Мы буквально можем сделать всё, что угодно. В нашем распоряжении буквально весь дом. Ну лады, а чё там с наказаниями? Бул грязный, нужно его мыть. А кто его будет мыть? Конечно же, мы! Перезапускаем игру и делаем ровно то же самое. Клод Спаун. Идём на кухню, навестить нашу мамку, посмотреть, как она готовит, чё делает. И получаем чапалах. Буквально ни за что. Давай вперёд из песни! Йо-хо-хо! Но мы ж понимаем, что ты нам ничего не сделаешь. И будешь просто стоять. Мы стоим, ты стоишь. Игра не продолжится. А вот он бы показал как надо, я и не сомневался. Но мы выжидаем монстра. Где же он может появиться? И когда он появится? Что в таком случае будет делать мать? Мы пока тут пятнышки протрем. Ну а чё, без дела стоять? Мы, конечно, всё тереть не будем. Только немножечко так марафет наведём. Опа! Побежала, прикинь? Ха-ха-ха-ха! И всё! А где швабра? Швабра пропала! У меня швабра исчезла! Швабра куда дели? Ай, как бздец, швабру кто-то стырил. Я в охрене. Ну давай арбузик сожрём. Арбузик! Я сказал арбузик! В смысле? А чё, арбуз вообще не естся? А помидоры, огурцы? Может я не так нажимаю? Не туда? А вообще чё-то работает? Чё-то открывается? Холодос, например. Вот подожди. Ну, ну, ну уже, да! Чё-то я не понял. Подожди, а можно как-нибудь тут вытяжку включить, выключить? Чё происходит? Так, а дверь-то мы хотя бы открыть можем или на звонок нажать? Подожди. Чё-то я вообще ничего не понимаю. Чё происходит? Почему это у нас исчезли буквально все действия? Мы можем только ходить? Мать дрожит. Вроде всё по плану. А мы даже дверь открыть не можем! Нереально! Так, Эврикана, давай подождём батю, когда он зайдёт в туалет. Как вот он отреагирует на всё это? Заметит ли он меня? Накажет ли? Идёт. Стоп. Что-то здесь не так. Или всё так, батя? Всё гуд? Батя чё-то вообще завис. В смысле? Ты же отлить хотел. Или чё, передумал? Ха! А дверь оставил открытой. Так, мы можем зайти. Выключить телек. А! Мы не можем выключить телек. Точно. И бутерброды сожрать тоже не можем. Мы ничего вообще не можем. Батя завис. Мать боится. Вон там монстр гуляет. Но батю, я так понимаю, вообще ничего не колышет. Мне кажется, у него в армии было прозвище Гена Киевси. Потому что, когда у него спрашивали, как дела, он отвечал. So good. Я чё, сломал игру? Серьёзно? Вот мы и наблюдаем наши первые минусы лайфхака. Это то, что игра вообще перестаёт работать. Вернее, мы никак не можем работать тут. Ни с чем. Абсолютно даже дверь открывать. А что будет, если мать нас заставит убираться во дворе? Повлияет ли как-то на это монстр? Убежит ли мать в дом? Метлу в руки и пошёл, чтобы ни единой соринки не было. Да я-то пойду. А ты побежишь. А ты побежишь. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Идёт, идёт сюда. Ну чё, мать, приготовься бежать. И кто тут убираться будет? Сейчас ты уберёшься отсюда. Ха! Я тебя, мать, уделал. Понимаешь, я тебя уделал. Так ты чё-то не бежишь никуда. Не, походу это меня уделали. Подожди, мать чё-то вообще на улице бесстрашная. Но мать, видимо, за двор больше переживает, чем за кухню. За клумбу и двор стреляю в упор. Чё-то она вообще не гу-гу. Мать. Там монстр. Не, ну к счастью, мы можем стоять тут сколько угодно. Потому что мать нас за это не накажет, если мы не будем мести. По крайней мере, обновления такого не делали. Ну ты где там? Может, нужно, чтобы он поближе подошёл? А, чё, передумала? И медёлка телепортнулась. Ха-ха! Впусти меня, мать! Ты чё? Сына забыла! Мать, сына! Может, хотя бы батя в окнах заметит? Спасёт меня, выйдет тут, дверь откроет. Не, у бати чё-то тоже притупилось тут чувство подозрения. Раньше на каждый шорох реагировал. А тут я прям около окна маячу и ничего. Долби с этой хернёй сам, сын мой. Ну окей. Дальше возникает логичный вопрос. А можно ли подобное провернуть в туалете? Ну, когда мы тряпку постираем или швабру сломаем. Конечно, давай глянем. Но это уже самый сложный способ. Его сложность заключается в тайминге. Нужно прям вовремя попасть. И тряпку успеть постирать. И монстра заспавнить. И вот ты уже стоишь с ёршиком и ждёшь монстра как спасение. А его всё нет и нет. Приходится чистить унитаз понемногу, чтобы мать не накричала. Но даже если ты будешь так делать, мать всё равно будет злиться. И так просто дождаться будет очень трудно. Я почти вычистил унитаз. Слышу монстра. Но ей чё-то как-то всё равно. Подожди, мать. Да ты что? Я помыл же. Так я же домыл почти. Ты чё? Как там мать говорит? Ну держись. Вот сейчас точно в тайминг попадём. Спавним монстра с самого начала. И нам не придётся его ждать. А где тряпка? Стоп. Тряпка-то где? Да ладно, тряпку украли. То метёлку украдут, то швабру. Теперь тряпка исчезла. Да ладно, чё это за магия вне Хогвартса? И действительно, я ещё раз попробовал заспамнить монстра. И тряпка исчезает. Поэтому советую её брать заранее. Идти в туалет. И красть тряпку. Всё, она при тебе. Она не исчезает. Можно заспамнить монстра только после тряпки. Ну и тайминг тут не менее важен. Потому что тряпка стирается какое-то время. И мать должна дойти до туалета. И нас наказать. Так. Всё, лично я готов принять наказание. И вот. Мы даже навстречу не выйдем. Чтобы помочь. Быстрее. Так я швабру не ломал. Она вот на месте. Целёхонькая. Ты тут бредишь, мать. Ёршик стыбзели. Подожди, в смысле? А, и унитаз закрылся. Ну, думаю, батю мы ждать уже тут не будем. Мы видели его реакцию. Она совершенно не какущая. Да и не думаю, что во время приседания он нас как-то отпустит. На монстра он никак не реагирует. Но зато можно попробовать разные наказания. При том, что за окном где-то гуляет монстр. Давай попадём на улицу и глянем, как отреагирует батя. И что вообще будет происходить. Три круга, побежал. Да, давай. Да, давай, бегом, три круга. Давай, давай, побежал. Команды тренера не было. Бегом дальше. Вот, вот. Это я понимаю. Тренировка. Игорь, Игорёчек, тоже спортом решил заняться. Я так погляжу, у тебя сильная мотивация. Ну, давай постоим, передохнём, пока тренер не видит. У тебя всё равно выбора нет, ты бежать будешь. Да здесь я, здесь. Чё разорался? Эх, как помчал. Ты прикинь, вообще из посёлка тиканул. А где Викуля? Подожди, где Вика? Вика же в другую сторону побежала. Во, во, там Вика. Там Вика стоит, да. Бежать, я сказал. Да я там Вику высматриваю, подожди. Бать, а можно с Викой погулять? А ну, Андрюха, чё молчишь-то? Скажи, что с девчухой пойдёшь гулять. Вон, конкурент устранён. Это хрен тебе не круг. А можно как-нибудь через будку сбежать? Ну ладно, побежали, а то он сейчас раздраконится. Да у тебя там телефон, и я вообще бегу. Ты чё, в смысле какой? Иди сюда. Я ж бегаю. Ну ладно, давай со мной побежали. Чё, потерял? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Вон там мать прячется. Давай бросай дела! Она не бросит. Можешь в этом не сомневаться. Вот, да-да, правильно. Иди телефон проверяй свой. Да иди же, пассатижи. Ну я понял, опять пробежка. Ай, два, ай, два. Ну, бывает. Подожди, а мы можем в меню увидеть монстра? Ну, вернее, в концовке. Блин. Считай, это такая неофициальная концовка. Как в хорроре. Меня наказали. А тем временем на улице такой монстр пробегает где-то в уголке. Ещё такая страшная музыка должна быть. Итак, делаем выводы. Лайфхак, конечно, действенный. Спасибо большое нашему монстриле. Он нам сильно помог. Даже Галя не готова бросить свои дела, чтобы нас искать. Она, скорее всего, сына готова бросить. Ну, годный лайфхак, но бесполезный. Только ради ха-ха. Ну, а понравились ли тебе эти способы? Какие баги в игре ты знаешь ещё? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Очень буду признателен. Ну и не забудь подписаться на мой канал, если ты ещё не подписан. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте и на мою телегу тоже подпишись, если ты опять же не подписан. Ссылки в описании. Поставь лайк этому видео. Поделись им со своими друзьями и у себя где-нибудь на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok